Вашему вниманию 7 свойств сильно недооцененной у нас расторопши. Первое. Восстановление печени. Это происходит благодаря уникальному соединению с силимарину, благодаря которому мембрана клеток печени становится непроницаемой или слабо проницаемой для токсинов, увеличивается синтез РНК и ДНК, что дополнительно защищает печень, тормозится размножение вирусов, таких как вирус гепатита С, нейтрализуются свободные радикалы. Благодаря этим и другим свойствам силимарина расторопша может защитить печень от отравления алкоголем, едами, даже такими токсичными, как талии, химиопрепаратами, а также от радиации, перегрузки железом и ядовитых грибов. Врачи и биохимики Центрального военного госпиталя Фельсинки на сотнях пациентов доказали эффективность расторопши при циррозах печени и гепатитах. Исследование с участием более тысячи человек пришло к выводу, что люди с гепатитом В или гепатитом С, принимающие расторопшу, реже получали обострение, у них замедлилось дальнейшее повреждение печени. Ученые из Дюссельдорфа обнаружили, что расторопша полностью нейтрализует последствия хроническим отравлением хлорка. Сотрудники кафедры биохимии Самарского медицинского института под руководством профессора Гильми Яровой не только детально исследовали состав расторопша, но и доказали ее роль в восстановлении и детоксикации печени. Второе. Противоопухолевые свойства расторопши. О них писал еще Абицина, и современные исследования это подтвердили. Расторопша тормозит рост злокачественных опухолей, вызывает смерть раковых клеток, активизируя противораковый ген P53, уничтожает ослабленные клетки, наиболее уязвимые для рака. Эффективно при лечении лейкемии, ракомолочной железы, простаты кишечника, устраняет предраковое состояние желудка и кишечника. Для этого расторопшу смешивают с льняным семенем и клетчаткой овса и применяют не менее двух месяцев. Для того, чтобы биоактивные вещества расторопши достигали своей цели, их принимают с жирами, белками и витамином Е. Третье. Профилактика сердечных болезней. Расторопша, особенно ее масло, улучшает эластичность сосудов, защищает от инфарктов и других сердечных заболеваний. Благодаря ее соединениям уменьшается содержание жиров в крови, которые способствуют накоплению и росту бляшек в кровеносных сосудах. Расторопша уменьшает уровень так называемого плохого ЛПНП-холестерина, понижает кровяное давление. Кроме того, защищает не только печень, но и сердце от тяжелых металлов, таких как загрязнение окружающей среды, от мышьяка, фтора, что подтверждено многочисленными экспериментами. Четвертое. Лечение и профилактика диабета. В клиническом исследовании с участием пациентов с диабетом второго типа применение силимарина из Расторопша в течение 45 дней привело к усилению антиоксидантной защиты, увеличению ключевых ферментов, таких как глутатион. Прием Расторопша сократил уровень глюкозы и инсулина в крови, а также снизил резистентность к инсулину за 45 дней приема. Пятое. Защита мозга, лечение и профилактика болезни Паркинсона. Силимарин, содержащийся в Расторопше, уменьшает поражение ткани мозга и ее воспаление, улучшает память, поскольку эффективно защищает от повреждения участки мозга, ответственные за память, помогает контролировать эмоции и противостоять стрессу, способствует созданию новых клеток мозга, а также новых нейронных связей, уменьшает симптомы болезни Паркинсона, помогает при инсульте. Особенно эффективен в качестве профилактики этих заболеваний. Помогает предотвратить склероз и многие нейрогенеративные заболевания за счет укрепления сосудов мозга. Снижает токсичность белков, которые вызывают болезнь Альцгеймера. Шестое. Лечение ран и ожогов, кожных заболеваний. Об этом свойстве Расторопше знали с глубокой древности. А современные исследования показали, что активные вещества Расторопше разрушают даже бактериальную пленку, которая не поддается антибиотикам. Масло Расторопше эффективно при экземе, псориазе, дерматитах, аллергических реакциях. Незаменима Расторопше и в косметологии. Ее масло вызывает омоложение кожи, ускоренную регенерацию тканей, а в сочетании с маслом чайного дерева рассасывает даже застарелые рубцы, устраняет целлюлит, сосудистые звездочки. В средневековье при помощи Расторопше отращивали пышную шевелюру. Оказалось, она действительно способствует росту волос и укреплению ногтей. Седьмое. Улучшает здоровье костей. Селимарин и другие биологически активные соединения Расторопше улучшают заживление костей и увеличивают плотность костной ткани. Масло Расторопше лечит суставы, ускоряет заживление костной ткани при переломах, предотвращает потерю костной массы у пожилых людей, увеличивает активность клеток, которые помогают минерализации и восстановлению кости. Но как? Уже одеваете, чтобы пойти в аптеку за Расторопшей? Конечно, это лишь малая часть болезней, при которых помогает Расторопше. Их не менее сотни. Это вирусные болезни, проблемы с пищеварением, желудком, почками, заболевания репродуктивной сферы, ухудшение зрения, ослабление иммунитета, расстройства, связанные с обменом веществ и многое другое.